К сожалению, ксенофобия – это страх, а страх рождает разную реакцию, в том числе и вот такую реакцию агрессии. 22 марта в концертном зале «Крокус» произошел теракт. Погибло более 140 человек. Большинство обвиняемых – таджики. После задержания появилась информация о применении к ним пыток. Телеграм-каналы публиковали материалы, свидетельствующие о том, что одному из задержанных отрезали ухо, а другого пытали током. В следующие дни в разных городах России были зафиксированы нападения на людей неславянской внешности. Их избивают как силовики, так и обычные граждане. Вы чувствуете, чтобы другие люди считали вас виноватыми в этом? Нет, но такая мысль приходит, что все с ненавистью смотрят на нас, да? Когда вот в метро заходишь, когда на автобус заходишь, со стороны все как в коза смотрят. А так нормально все. Мы написали уже 614 апелляционных жалоб по незаконным вытворениям за эти дни, за эти вот сколько-то, 9 дней. Это связано с облавами, с незаконными задержаниями, с фальсификацией дел за правонарушения, которых мигранты в реальности не совершали. Во вторник, наверное, вступило мне несколько жалоб от людей, которые говорили, что их работодатель не хочет увольнять, но он их хочет уволить официально, но хочет их сохранить в качестве работников. И мотивируется это тем, что ты же видишь, какая обстановка, мы не хотим, чтобы к нам ходили, нас проверяли, еще тебя же будут таскать. Такие сообщения, так вот, чтобы реально человека уволили, не было нападения со стороны, в одном случае со стороны проходов, в другом случае со стороны жильцов-дотов. В обоих случаях полиция отказалась принимать заявление и вообще что-либо делать, в обоих случаях есть травмы, ну как, они не угрожающие жизни, но там есть разбитое лицо, синяки, полиция не делает ничего не хочет. Есть у нас очень некрасивая история про то, как в Москве в отделе полиции гражданка Узбекистана, этническую таджичку, 49 лет, работает сиделкой официально у бабушки, ее задержали, когда она пошла для бабушки в аптеку, у нас с этой бабушкой живет официально, там зарегистрировано все, у нее контракт с дочерью бабушки в качестве сиделки, она бабушка лежачая. Она пошла в апотеку, ее задержала полиция, она позвонила бабушке, сказала, что ее задержала полиция, провела несколько часов в отделе, ее не отпускали, девы ее никак не рассматривали, позвонила бабушка, сказала, что она обкакалась. Женщина стала умолять, чтобы ее отпустили, потому что она должна бабушке помочь, потому что вот такая вот ситуация, она предлагала оставить документы, она предлагала вернуться, но ее не отпускали, она попыталась убежать. Сотрудник полиции поймал его возле двери, схватил за волосы и несколько раз ударил лицом об железную ручку двери. Располосовал ей губы и выбил зубы. После чего ее выпустил. Она вышла на улицу. Прохожие увидели, в каком она состоянии, вызвали скорую. Ее отвезли в больницу. Она из больницы позвонила бабушке и позвонила своей подруге. Ситуация вторая. В Балашихе строители жилищного комплекса «Самолет». Легально работают люди, тоже граждане успехи станут. В пять утра в общежитии в Росгвардии. Они имели в руках железную арматуру и избивали всех железной арматурой. Одному человеку с первого удара сломали руку. И он стал плакать. Встречать, вы мне руку сломали. И они еще несколько раз ударили его арматурой по руке. В итоге сломали ему руку в трех местах. Второму парню, совершенно несвязанному, но в этом же общежитии, этой же арматурой выбили глаз. Просто вырвали из орбиты глаз. Случаи в Москве задержали группу граждан разных стран. От метро собирали, доставили. Один из них был идеально легальный. Вот он просто гордился своей легальностью. И когда с него стали требовать 40 тысяч, чтобы не было депортации, он сказал, что не будет давать никакие взятки. И пусть все решает суд. И его показательно при всех избили. Избили сильно. Вероятно, сломали ребра, потому что он не мог дышать. Ему отказывались вызывать скорую. Ребята, которые там были, они сами вызывали скорую, а полиция скорую не допускала. В конце концов, женщина-полицейская вызвала ему скорую. Он пролежал несколько часов избитый без помощи во дворе. Его увезли с переохлаждением в тяжелом состоянии. Еще случай. Это он был вообще в ночь с 23 на 24. Это первый случай, с которым я стал такой ярким. Он гражданин России, по национальности, вероятно, азербайджанец, водитель такси, вез трех мужчин, одну женщину и одного ребенка, к границе с Казахстаном по территории Самарской области. Он вез их с Москвы. В Самарской области их остановили ГИБДДшники. Это ночь, ветер вьюга. Они стали требовать, чтобы все вышли из машины. Женщина с ребенком, ему меньше года, совсем младенчик, стала умолять, чтобы ей разрешили остаться в машине, потому что ребенок болезненный, он простудится, а ей еще далеко ехать. Полицейские ее не слушали, требовали выйти. Один из полицейских схватил ее за пальто, стал тянуть. Пальто это порвал. После этого он схватил младенца за руки и стал его выдергивать из рук матери. Ну, естественно, Тамор, водитель никаким образом не сопротивлялся. Он просто сказал этому полицейскому, да что ж ты за человек, ты же абсолютно бессовестный человек. Тот моментально обернулся, ударил его, сбил с ног. Все трое ГИБДДшников накинулись, сильно избивали его ногами, лежащим на земле. После чего вот тот, который как бы нападал на женщину, он прыгнул ему на спину. У него горлом пошла кровь. Полицейские испугались, побежали, сели в свою машину, уехали. Ребята позвонили в скорую, рассказали ситуацию. Те сказали, не, мы на такое не выезжаем. Сами привозите, как хотите. Они, значит, творили попутки и противопутки. Женщину очень быстро увезли. Водители они смогли отправить, например, через полчаса. А сами эти вот мужчины побрели пешком в направлении границей Казахстана. Не знаю, что делать. Один из них вот звонил мне, рассказал историю. Боялся. Они все очень боялись, что там были камеры, они были свидетелями. Теперь их не выпустят из России, а теперь их убьют за то, что они вот это видели. По данным МВД, в России находится несколько миллионов трудовых мигрантов. После теракта в Госдуме снова силой зазвучали призывы к ожесточению иммиграционной политики. МВД предложило сократить разрешенный срок пребывания в стране иностранцев, а также обязать их предоставлять биометрические данные. Тем временем выходцы из Центральной Азии столкнулись не только с чувством вины за произошедшее, но и с повышенным вниманием силовиков. Расскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с каким-то агрессивным отношением после 22 марта? Да, в некоторых моментах бывает постоянно проверка документов, без спроса дома заходит, проверяет дом тоже, без разрешения заходит дом. И отличается. К вам полиция домой приходила? Да. Они показывали какие-то документы на обыск? Весь документ, весь ничего. Просто так заходит, проверяет дом. Сутки мы сидим там, участковые там тоже сутки-сутки бывают. В участки отвозят людей? Там сутки мы бываем знакомыми. И людей держат в участках сутки, правильно? У них тоже документы нормальные, все просто там отвезут и не перебирают просто сутки там, после сутки, знаете, отпускают, да? Какие-то, какое-то насилие полицейские совершают? Насилия нет, такого не было. Насилие просто. Просто грубые отношения. А на работе у вас возникали какие-то проблемы после 22-го? Нет, никаких. Пока нет. У нас граждан Таджикизм, хорошая относится, а так гражданам Таджикистана и Таджикистана сразу после этого теракта уволили с работы. С работы уволили граждан Таджикистана? Да. А это где? Это вот отсюда уволили? Здесь просто знакомые так сказали, но у меня тоже друзья есть Таджикистана и Таджикистана. Они так объяснили. Расскажите, пожалуйста, количество обращений к вам увеличилось после 22-го марта? Да, конечно, у нас стало больше обращений, но не так много, как мы ожидали, честно сказать. В общем, есть обращения, но вот такая прямо жестокость проявляется только в Петербурге. Пожалуй, я не знаю, кроме тех вот, той информации, которая приходит из Петербурга, когда вообще ведут их рядами, как пленных, на это страшно смотреть, и говорят, что били. Больше я не знаю таких случаев. Последнего времени нет. К сожалению, у нас полиция наша и молодые националисты – это две группы риска в отношении ксенофобии. А поскольку в отделениях полиции и во время следственных действий люди находятся полностью в руках у вот этих вот правоохранителей наших, и никто, как я понимаю, не проводит с ними очень серьезную работу о том, что они должны, которая говорила о том, что они должны относиться к людям с уважением в любом случае. Ну, и они совершенно неуязвимы, если они совершают насилие, то, к сожалению, да, это так. И в отношении к мигрантам очень часто применяется насилие. Ну, и вьют, угрожают, заставляют подписывать бумаги, когда те не понимают, что там написано, или даже чистый лист заставляют. Да, нарушений по отношению к мигрантов действительно много в целом. Этим мы, собственно, и занимаемся. Хотя проверки идут, хотя пристрастно относятся к таджикам, но, тем не менее, ничего такого ожидаемо страшного не произошло. И так вот получилось, что вот его жена и дети уже граждане России, а он все еще под этим находится влиянием того, что требует его экстрадиции, страна, откуда он приехал. Вот. Ну, вот его забрали на улице. Он имел неосторожность выйти на улицу. Его забрали тут же. Это маленький поселок под Москвой. Он там оказался еще с тремя такими же, как он. Ну, не совсем такими же, но той же этнической группой. И постепенно за день их проверяли у них, у всех документы, за этот день их отпустили. Причем, если в какой-то момент была опасность, что его направят на выдворение, то его жена звонила мне и рыдала, то к концу дня нет, это не произошло, его отпустили. Даже без протокола. Может быть, потому что жена с паспортами российскими, со своими совершенно летних детьми пришла и пожалели. Но во всяком случае, совершенно очевидно, что вот такого указания сверху, четкого делать то-то и то-то нет. И это, слава богу, что это так. Большинство людей в Таджикистане исповедует ислам. Часто бок о бок с национализмом идет исламофобия. Однако в Москве и у мечети, и у православного храма люди говорят о мирном отношении к представителям любых наций и религий. Все же стоит заметить, что позже, не на камеру, мигранты поделились своим страхом открыто говорить о проблемах, с которыми сталкиваются. Расскажите, пожалуйста, вы или ваши близкие сталкивались с какой-то агрессией или недружелюбным отношением после 22 марта? Нет, нет, ничего такого. Слышал слухи какие-то, бля, так не все. Так было, так здесь. Слава богу, все происходит по воле Всевышнего. Те, которые это устраивают, они, наоборот, себе плохо делают. Ислам – это религия мира. Никакой агрессии нету. Мы-то думаем о будущей жизни, а некоторые люди думают о этой жизни, да? Я не считаю, что все мигранты плохие. Я считаю, что есть хорошие люди, есть плохие люди. Я очень знаю много хороших людей и мигранты. Они люди, ну, я не подразделяю на плохие, допустим, религии либо национальности. У меня такого нет абсолютно. Я абсолютно, ну, на мой взгляд, конечно, адекватно отношусь ко всем людям. Если он хороший, он может быть хорошим в любом, в любой стране, при любой религии и также с плохими людьми. Я не могу сказать, что все у нас хорошие или все у нас плохие. Такого не бывает. Так же, как и в любой стране. Это зависит от очень многого.